Привет, мои хорошие! С вами Сирена Свей. Сегодня у нас будет влог. И я просто забыла с вами поздороваться, и поэтому снимаю здесь. Буквально 10 минут, 15 минут назад было это. Девочки мои, красавицы! Из Ростова такое счастье! В Миге открылся новый какой-то вход. И смотрите, что я нашла. Та-да-да-да-дам! И это целый магазин просто всяких красок для волос. И там есть кое-стель, оказывается, новая серия есть. Я не знаю, блин, я хочу вам даже показать. У них яркие краски есть. Я сейчас покажу. Мамуль, подержи, пожалуйста. Я хочу... Нет, нет, коляску. Я покажу краску яркую. Сейчас покажу. Для блога. Яркие суперцвета. Сейчас покажу. Скоро я буду розовая. А кто знал, что у эстеля такое есть? Смотрите. Это пигмент прямого действия. У эстель. Пару месяцев сказали, только появилась. Стоит 220 рублей, по-моему, около того. Я же буду розовая скоро. Может быть, кто-то пробовал уже. Говорите мне. Пишите в комментариях. Я вообще буду счастлива, если вы расскажете об отзывах. Вообще, в этом магазине очень много всего. Здесь и салон сразу. Все марки представлены. Эстель есть вообще всех-всех-всех. Просто до этого в Меге было не все. Был один Моми, Мио, Мио, Мо. Смотри, Юнистримбок. И это... Ну, он не нужен, Юнистримбок. Ну, все равно. И, в общем, здесь, короче, открылся новый вход. И очень много чего. Отелье какое-то открылось новое. Вот этот магазин новый. Большой выбор. Теперь я не буду искать. Теперь буквально недавно думала, блин, пока доедешь до индустрии. Ну, у меня рядом ничего такого нет. Я не знаю, во всяком случае. А Мега для меня вообще супер-мега удобная. Мастер-минутка. Ну, это много где есть. Констовары открылись новые. Так, оптика. Констовары и подарки. Большой-большой магазин. Кафе. Маме нужна оптика. Все, мы в Леруаре декорировать кухню. Кухню красоты. Зебра, зебра открылась там. Проехали. Они от тебя поликусят поркует. Мама заговор... Оттяпали кусок парковки, мама говорит. Ну и пусть. Зато есть такой классный магазин теперь. Ой, я вверх ногами снимаю. Ну ладно, переверну. Зато есть теперь классный магазин. И, кстати, одна из моих подписчиц встречала меня в Меге. Блин, вы если встречаете меня где-то, вы подходите там. Ну, там. Фотографируемся, может, если у меня батарейка не села. Ну, поздороваемся там, что-нибудь спрашивайте. Прикольно же. Кстати, надо же запоказать, в чем я одета. Я же сразу одела что-нибудь новенькое. Может, я не знаю, видели вы, не видели у меня этот костюм. Да, голая пузо. Но это только здесь, в Меге. И то было непривычно, но просто что-то я быстро собиралась. И вот то, что я решила одеть сегодня под свой новый цвет волос. Кстати, это... Сейчас пойдем кушать, мы голодные. Я вообще... Мама съела один бутерброд сегодня, а я... А я вообще, по-моему, ничего не ела. Я только печенье съела утром. А время полседьмого вечера. Вот так вот мамаша кормящая питается. Стыд и срам. Но мне некогда. Я голову красила. Сейчас полетят помидоры. Нет, все, буду кушать. И... И все. Хороший боктейль. Что-то не холодное и не горячее. Что-нибудь такое, сок нужен. А апельсиново-яблочное? Тут яблочное. Мы с мамой решили по мотору. Наш номер 077. Все. Когда я покупала Макдональдс, мне кажется, многим хотелось бы увидеть, как я кусаю этот большой бургер. Это мой? Да. Я сыграла только что в игру. Та-дам! Как звучат подарки. Буду голокружку. Буду пиццу. Еще мы набрали кучу-кучу всего. Теперь у меня будет декор и кухня красоты будет красивая. Может быть, даже разная. Еще в комнате что-то сделаю. Коврики на пол. В общем, я... Целая телега. В общем, все. Мы едем домой. Малой все это время спит, мой малыш. И... Едем домой. Поддержи телефон, потому что батарейка села. Как всегда. Ну, в общем-то, и все. Я в машинке. Набрали кучу всего. В общем, приду домой. Сейчас расскажу вам, что мне прислала Гринмама. И, ну, что я у них заказала тоже для волос, чтобы их потихоньку восстанавливать. Что я здесь купила. Может быть, не все буду рассказывать. Ну, в общем, покажу вам. Так что батарейка на исходе. Вот. Я ее подзаряжу дома. И продолжим дома с вами беседничать. В общем, мои хорошие, я дома. И сейчас уже покормила маленького. Он ползает на меня там. И сейчас собираюсь его купать. Наверное, на сегодня я закончу влог тем, что я покажу вам средства, которые я купила. Это Лепикар. Мне посоветовала эта сестра моего мужа. Она пользуется для своих деток. И посоветовала мне. Я решила начать вот с такого геля, так как у меня эмолиум, который до этого был, он закончился уже почти. А это такой гель на масляной основе, вроде бы сказали. Такой гель, который не нужно смывать. Для очень сухой, склонной к атопическому дерматиту кожи. Для младенцев, детей и взрослых. Не содержит мыла, парабенов, спирта, красителей. В общем, у нас кожа, кстати, немного сухая. И я хотела как раз таки сказать, что, мне кажется, я нашла выход. Блин, это телевизор отвлекает меня. Сына, телевизор. Мне кажется, я нашла причину в том, почему моего ребенка так сушила кожу. Это, по-моему, молочка. Я сейчас отказалась от молока. Был момент просто, вот я вам честно скажу, я с рождения. Просто, как приехала в роддом, ну, как я родила. Я с рождения. Просто две недели, это просто без устали. Я ела печенье, конфеты и чай с сахаром. Без молока. У моего ребенка ничего не было. У него была нежная кожа, все-все-все прекрасно. Потом я начала, думают, мне, ну, как бы говорят все, что не нужно, сладкое не нужно. Я стала немного поменьше его есть. А, и мне посоветовали, что нужно пить чай с молоком. В общем, мне он так понравился, чай с молоком, что я начала его пить. Ну, естественно, я пила после каждого кормления почти. Могла и две кружки закормления. Может быть, в общей сложности получалось много молока. И, в общем, я его пила, пила, пила. Пришли мы как-то к одному доктору, тоже на осмотр приходили. Он говорит, что это в питании дело. Отказывайтесь от печенья, от всего-всего. Я отказалась от печенья. В общем, перестала все сладкое есть. Стала только полезности есть всякие, но ничего не проходит. И мы уже одними средствами, другими и третьими. Кожа сушится. Прям вот сушится кожа. В общем, я поняла, что, думаю, наверное, дело не в сладком, не во всех этих вещах. Потому что у него реально была нежная кожа до того, как я стала пить молоко. Вот я сейчас отказываюсь от молока. И я вам скажу, вот второй день сегодня у него щеки нежные стали. Такие, как и были. Все, вот с личико уходит. Остались у нас ручки, животик и ножки. Уже в два раза, скажу вам, шелушение ушло. И я прям уверена, что это дело в молоке. Я даже откажусь от всей молочки для того, чтобы... Хотя сегодня я взяла в Макдональдсе молочко. Я раз глоток, два глотока вспоминаю, что я от молока отказалась. Так что зря купила только молочный коктейль. В общем, буду вот этим его сегодня мыть. И заодно в покупках. То есть в следующем видео я сделаю покупки, которые я сегодня купила. И сделаю в следующем видео. Расскажу эффект от этого. Все, мои хорошие. Я с вами прощаюсь. Побежала. Я сейчас буду выкладывать, монтировать потихонечку. Все для вас. Ну и с новым цветом волос. Все, люблю вас. С наступающим. Лайк, подписка, само собой. Мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok